Приветствую вас и, наверное, в копилку возможных причин мне бы хотелось добавить еще такую причину, что тот факт, что девушка ведет себя как мужчина, то есть одевается как мужчина, да, и делать короткую стричку, поведение очень похоже на мужское, свидетельствует, собственно, о наличии у нее возможной непрадиционной сексуальной ориентации. Такое тоже бывает, но, как бы, если для подтверждения или наоборот о проведении данного факта требуется консультация у специалистов, в частности у сексологов, то мне лично представляется более привлекательной точкой зрения другой момент, другая позиция. И связана эта позиция с тем, что девушка, ведущая себя таким образом, по какой-то причине считает, вот у нее сложилось такое мнение, что, ну, подобное поведение, подобная одежда, подобная прическа, в конце концов, является более практичным, то есть более приспособленной к жизни. Некоторые женщины могут довольно, знаете, на довольно таком серьезном уровне считать, что женщины не очень сильно подготовлены к жизни, ну, менее, менее подготовлены к жизни. И в этом случае они ведут себя так, потому что считают, что именно женщина никаким образом не подготовлена к тому, чтобы нормально существовать в мире мужчин. И тогда девушка выбирает подобное поведение для того, как раз, чтобы более-менее комфортно по ее мнению, я прошу это отдельно подчеркнуть, по ее мнению, выбирает наиболее приспособленную позицию, наиболее приспособленную, наиболее приспособленную линию поведения, скажем так. И, конечно же, такое поведение идет из детства, когда девочки, грубо говоря, девочки даже не привили женского поведения, то есть нету у нее хорошего идеала, и яркого, что, пожалуй, не менее важно, яркого идеала мужского, яркого идеала женского поведения, то есть у нее недостаточно, может быть, хорошие были или близкие отношения с мамой и с родителями вообще. То есть, понимаете, причин может быть достаточно много по своей природе. И нужно понимать, что каждая причина, она, ну, как бы, подразумевает, что ее будут разбирать активно. То есть все-таки нужно немножечко больше информации о девушке, о ее жизни, о том, как она живет, что она делает, какие у нее увлечения, например, и так далее. То есть сама модель, сама модель такого поведения, сама модель такого поведения по себе может не значить вообще ничего. Просто вот нравится девушкам, какой-то девушке подобное, ну, вот она этому и следует. Вам эксперт-линия сказала, что это защитный механизм. Отчасти может быть. Но в любом случае и всегда это недостаточно яркая модель женского поведения. А недостаточно яркая модель женского поведения – это, в свою очередь, как бы, проблемы детско-родительских отношений. И уже вопрос совершенно другого плана, как получилось так, что эта проблема образовалась. Вот это то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.